Самое важное открытие человечества, пожалуй, после колеса, компаса и математики Это, скорее всего, электричество То есть, способ получения электричества У нас на столе, как вы видите, вот такой вот прибор Это селеноид По сути, это очень длинный медный проволок Обмотанный вокруг цилиндра, если хотите Через провод, как вы видите Вот два провода С левой стороны, с правой стороны Эти провода ведут нас куда? К этому прибору Гальвонометр называется И у нас есть вот такой вот постоянный магнит Правда, он сломанный Но, тем не менее, лучше, чем ничего Давайте посмотрим Что же тут говорить-то? Если можно увидеть своими глазами Смотрите внимательно Берем постоянный магнит И засунем его в селеноид И посмотрим, что покажет нам гальвонометр Засунули внутрь И гальвонометр, вот эта стрелка Слегка отклонилась налево А если уберем обратно, смотрите внимательно Слегка отклоняется направо И снова возвращается на свое первоначальное положение В точку ноль Опять внутрь Почувствовал И обратно Когда магнит проходит через селеноид Вот это изменение, движение Это и есть изменение магнитного поля И так как меняется магнитное поле И то поле, которое создается внутри И вокруг селеноида Заставляет электронов, зарядов заряженных Частиц Двигаться По проводнику В одну сторону сначала А потом в другую сторону Вот, смотрите Налево, направо А если мы будем менять это очень быстро Мы можем увидеть, да То, что сначала поле в одну сторону Потом в другую сторону заставляет электронов двигаться Видите, спускаюсь И поднимаю Каждый раз гальвонометр это чувствует И показывает нам Что именно здесь Что здесь что-то не так Что здесь поле меняется И стрелка начинает колебаться Так вот Вся суть этого феномена Этого эксперимента В том, что изменение магнитного поля Создает изменение электрического поля То есть они всегда взаимосвязаны Что можно говорить о свете Свет это волна Или частица Если это волна Так как это электромагнитная волна Так вот Но об этом, конечно, позже А сейчас я просто хотел Показать вот такой вот опыт На этом все